всем привет я получила новую посылку из интернет-магазина мир вышивки и сегодня будет обзор этой посылки поскольку лето все еще впереди я выбрала вновь исключительно летнюю пряжу выбирать пряжу становится все как-то сложнее из-за ее растущего разнообразия с одной стороны вроде хочется попробовать и новую какую-то пряжу с другой стороны также хочется вязать и из уже знакомой которая полюбилась пряжа поэтому здесь есть и новая для меня пряжа и знакомая как обычно в инфобоксе под видео есть ссылка на интернет-магазин мир вышивки для того чтобы посмотреть эту ссылку нужно открыть инфобокс нажав на треугольничек в правом углу под видео или на слово еще в зависимости от того откуда вы смотрите и также я закрепленном комментарии оставлю ссылку пройдя по этой ссылке вы сможете увидеть всю информацию и по ценам и по скидкам и по акциям и так далее последнее время там достаточно много разных акций поэтому заходите смотрите очень много товаров для рукоделия и не только пряжа но и пряжи очень очень много если также там есть по категориям можно выбирать не только например нажав на пряжа и вязания а также есть там по категориям я например в этот раз выбирала нажав на категорию летняя пряжа нажала на эту категорию мне вышли все варианты летней пряжи и так я выбирала и так что я выбрала в этот раз я выбрала 4 вида пряжи и сейчас я покажу каждую в отдельности так первая пряжа это на к стива эту пряжу я выбрала по рекомендациям из ваших комментариев огромное спасибо всем кто пишет отзывы о пряжи которую уже попробовали действительно первое впечатление у меня от этой пряжи очень положительное здесь отличный состав и метраж состав здесь 50 процентов египетский хлопок 50 процентов бамбук и метраж 100 граммах 375 метров хотя ниточка мне виделось что будет тоньше 375 метров вполне хорошая не очень тонкая и слабая такая скрутка не закручены значит здесь что по рекомендациям у нас даже разрешено машинная стирка деликатном режиме можно гладить на единицы сушить горизонтальном положении ну я не знаю нужно ли будет ее гладить она настолько мягкая побежу образцы посмотрю попробую если кто-то вязал и уже есть отзывы о том можете оставить свои отзывы о том можно ли ее гладить не вытягивается ли буду благодарна если напишите так что здесь еще у нас образец 10 на 10 43 петли на 28 ось 28 петель на 43 ряда ничего себе разница так рекомендует спицы 2 2 с половиной думаю что на 2 с половиной вполне можно попробовать попробую и на 2 и на 2 с половиной у меня здесь их 6 моточков 5 моточков я взяла на изделие 6 я хочу попробовать повязать из нее образцы так как с этой пряжи не знакомо из пряжи с таким составом я предпочитаю вязать образцы побольше поэтому лишним а точек взяла так как все-таки здесь есть бамбук вискоза и проверить насколько хорошо так помучить образец проверить насколько вытягивается как себя ведет после стирки и после утюга на ощупь пряжа очень очень нежная хорошо конечно подойдет для летних изделий мягкая мягкая нить хотя на сайте я читала что нить матовая но сейчас я вижу что присутствует блеск будет ли это видно на камеру кстати на камеру показывает более светлый цвет он немножко по розовее нежный такой цвет красивый хорошая экономичная пряжа конечно я думаю что такая пряжа подойдет и маленьким детям она очень приятная на ощупь я даже не как-то я пропустила эту пряжу хочу связать из нее скорее всего какой-то или кардиган ну не майку точно что-то такое немножко посерьезнее в общем попробую повяжу и конечно же вы это все увидите следующая пряжа просто покорила меня своей расцветкой вот такая красота этот пряжа довольно популярные гималая деним но я ее держу в руках впервые это стопроцентный хлопок 50 граммах 140 метров нить тоже не слишком сильно скрученная и очень очень мягкая для хлопка это просто непередаваемая мягкость мне кажется это мягче чем было очень приятная нить прям предвкушаю удовольствие которое получил от вязание этой пряжей так рекомендуют у нас здесь спицы какие три с половиной может быть даже на тройке можно но это зависит от плотности вязания попробую на три на три с половиной хотя может быть да на три с половиной можно будет нить состоит из нескольких ниточек так сколько их здесь по моему 6 до 6 нитей как можно что можно тоже реками разрешена машинная стирка даже при 40 градусах гладить также на единицы сушить в горизонтальном положении барабане не сушить очень интересная пряжа такой цвет как потертый потертый окрас я не знаю я неоднократно видела эту пряжу именно в моточках у других вязальщиц но не видела как она выглядит в самом полотне но думаю что это будет очень интересная здесь заметила что в моточках есть на точки которые более темные вот так если посмотреть а есть прям вот совсем светленькие но это скорее всего так намотана и внутри там тоже будет более темное наверное сейчас да вот если открыть там более темное значит будет чередоваться то более темное то менее интересно будет посмотреть как это будет выглядеть полотне мне напоминает этот этот цвет какой-то велюр очень интересный из пряжи подобного плана я вязала я имею ввиду окраски забыла как называется но ладно вспомню скажу мне очень понравилось не нужны никакие узоры лицевая гладь вполне красиво смотрится из этой пряжи я точно уже знаю что буду вязать здесь у меня 12 моточков это 600 граммов также я взяла с запасом чтобы повязать образцы хотя здесь понятно что сильно много образцов не нужно будет вязать я уже точно знаю что это будет это будет кардиган регланом с цель навязанной планкой я сейчас подобного плана вижу один короткий этот я хочу более длинным связать поэтому взяла пряжи побольше но я думаю что такая пряжа она подойдет и для летнего и для осенне-весеннего периода мне даже когда прикасаюсь к ней кажется что она даже и греть будет ну хотя хлопок он так такие качества и имеет он в холод в нем тепло а в жару не жарко подойдет такая пряжа и для кардиганов конечно и для каких-то более легких изделий для маячек также можно какие-то аксессуары вязать я думаю что и шарфы будет очень интересный шарф из такой пряжи связать и толщина нити говорит о том что ее можно вязать и спицами и крючком хотя здесь написано на значок только спицы но мне кажется что крючком тоже можно кто спицами не вяжет такая пряжа подойдет для крючка она мягкая не слишком скручена единственное что может быть сама текстура именно окраски будет не очень красиво в крючке ложится как-то я пробовала такие такого типа пряжу крючком и получается на как пятнами да скорее всего именно с таким окрасом лучше вязать спицы минута же нужно попробовать чтобы говорить об этом также можно какие-то домашние что-то из домашнего текстиля вязать будет очень интересно смотреться разные варианты есть цветов но вот я выбрала такой интересный темно-сиреневый который самый самый темный немножко с фиолетовым оттенком очень приятная пряжа так что буду вязать кардиган и конечно вам покажу скорее всего это будет мастер-класс потому что там цель на вязаная планка меня просили показать как я вижу реглан из планки так дальше так немножко шуршание не достала сразу это пряжа от drops упаковочка у меня 10 мотков называется drops love you 8 19 color кстати я не называю цвета извиняюсь я сейчас вернусь зачем продолжу про эту пряжу на к и стива номер 48 57 деним так 115-20 вот так написано как-то забыла так дальше значит это пряжа я сказал да color 19 здесь у нас что-то я не вижу у drops обычно внутри много что пишут а по крайней мере рекомендации сейчас я вернусь и к рекомендациям хотела прочитать состав где он тут написан сто процентов катон и так вот он хлопок рекомендует спицы 5 миллиметров 10 на 10 сантиметров 17 петель и 22 ряда 50 граммов здесь 85 метров кстати вот этот цвет на сайте был менее красивый чем он на самом деле такой нежный персиковый цвет очень красивый теперь по рекомендациям скажу деликатная машинная стирка при 40 градусах гладить можно даже на двойке так сушить горизонтальном положении к и как обычно не сушить барабане ну хотя я на 400 оборотов хлопок все равно прокручиваю это пряжа довольно толстая 50 граммов 85 метров но очень мягкая я боялась что она будет жесткая так как у меня есть уже брала я на пробу один моточек хлопка drops тоже такой толстый то пряжа намного жестче чем это это мягкая вот если вот так и и сворачивать видно что она такая сыпучая здесь множество нитей 488 ниточек скручена тоже не слишком скручена поэтому и мягкая очень приятная на ощупь нить я не вязала из пряжи такой толстой именно хлопок еще особенно плечевое изделие из той предыдущая которая говорю пряжа я образец пробовала мне все очень понравилось но из этой я хочу связать не знаю как назвать майка топ в общем я уже точно знаю что я буду вязать как я буду вязать поэтому эту пряжу я выбирала под конкретное изделие конечно столько у меня не уйдет но опять же я говорю что я всегда беру с запасом чтобы повязать образцы кроме того такая пряжа она не пропадет из этой пряжи из такой вполне можно вязать спицами например кухонные прихватки очень хорошо получится какими-нибудь рельефными узорами не слишком дырявые чтобы были хотя можно и с элементами ажура я всегда делаю вставляю туда синтепон поэтому ничего страшного буду если что-то останется то это пойдет скорее всего на прихватке останется то точно значит что я буду вязать я сказала также я думаю что это пряжа подойдет и для каких-то более теплых вещей я так как как я сказала выбрала на легкое изделие но мне кажется что вполне подойдет для какого-то кардигана она не тяжелая сама пряжа и не жесткая как я сказала можно я говорю и одежду вязать и предметы интерьера вязать и конечно такая пряжа подойдет для любого вида кожи мне кажется по скрутке по нити я смотрю что на ней будет одинаково красиво смотреться будут и ажуры и какие-то рельефные узоры обычно ниточка такого плана хорошо держит рельефные узоры не знаю будет ли держать она резинку в том изделие которое я хочу есть элементы резинки но это конечно я смогу выяснить только связав образец как я сказала никогда я не вязала из такой толстой пряжи именно топа или майки и вот решила попробовать интересно мне будет насколько комфортно сидит такое изделие насколько она насколько толщина такой пряжи подходит для такого вида изделий проверим посмотрим на цвет конечно очень приятный так что я увидела я сказала цвет мне напомнил персика здесь написано брусника кстати да больше этот цвет похож на бруснику чем на персик мне кажется камера передает его правильно так дальше осталось одна пряжа это пряжа мне уже знакомая это пехорка жемчужная из такой пряжи я уже вязала но вязала только крючком и в этот раз я буду вязать спицами на моем канале есть мастер-класс на платье голубое из такой пряжи крючком фото я вставлю если кто-то не видел и вот я хочу теперь спицами попробовать у меня есть другого цвета пряжа такая же вот такая интересная 411 мята красивый цвет но на эту пряжу это мне танюша пастухова дарила танюша спасибо огромное на эту пряжу у меня уже есть планы поэтому я выбрала другой цвет эту это я уже образцы повязала уже осталось только начать само изделие из этой пряжи здесь интересно меланж с белым цветом она этой пряжи цвет вискозы под цвет я так понимаю что то что блестит это вискоза под цвет хлопка тоже очень красиво называется золотистая олива номер 33 очень красивый цвет тоже более красивый чем фото на сайте фото не всегда передает правильный цвет к сожалению вообще люблю очень всю хлопковую пряжу от пехорки хлопок или хлопок с вискозой очень мне нравится неоднократно уже вязала пехорским хлопком и ни разу еще не раз не разочаровалась кто вдруг не знает здесь 100 граммах 425 метров это очень тоненькая не . я говорю что я вязала ее крючком и даже не предполагала что можно повязать спицами хотя здесь рекомендуется спицы 2 и крючок 24 до крючок 24 спицы 2 10 на 10 сантиметров 42 петли 52 ряда 50 процентов хлопок 50 процентов вискоза попробовав повязав связав спицами образец я убедилась в том что вполне можно вязать ее спицами очень даже не хлипкое такое полотно получается на двоечке я вязала попробовала отпарить тоже отлично отпаривается как любой хлопок от пехорки хотя то платье которое я вязала крючком я его не отпаривала просто постирала в стиральной машине как обычно я это делаю и утюгом не обрабатывала а этот образец спицами я попробовала отпарить так как там у меня был ажурный узор чтобы он расправился немножко и результат меня очень порадовал также как вот детский хлопок тоже хорошо отпаривается из такой пряжи хорошо вязать какие-то нарядные изделия так как здесь перламутровый эффект придает нарядность пряжи в разных цветах разного цвета перламутр где-то вот как я сказала белый а где-то под цвет самой пряжи вообще трикота само полотно в узоре очень ровно ложится пряжа на ниточка конечно ровненькая очень ровная и полотно даже связанная крючком очень хорошо драпируется нравится когда полотно имеет такой струящийся эффект и именно из этой пряжи так получается попробую что-то связать и конечно опять же вам все это покажу также посылочки мне положили в этот раз каталог новинок отриолиса за двадцатый год уже давно очень я не вышивала и когда я такие каталоги смотрю всегда хочется вышивать очень нравится мне панно я так пролистаю быстренько красивые вышивки я и отриолис неоднократно вышивала красиво и также положили вот такие интересные открытки такие вообще впервые вижу фото вышивки сделай своими руками оленьи угодья написано такая красота такое бы я вышила и такие интересные тоже они как открыточки это тоже вышивка здесь как канва интересные с обратной стороны ничего нет можно пополам согнуть я не знаю для чего это наверное можно как открытку использовать очень красивый букет вазе вот такие штуки так но это все что было в моей посылочки идей для вязания очень много как обычно еще бы времени свободного побольше буду вам благодарна если поделитесь своим мнением о пряжи из которой вы вязали и оставите свои отзывы эта информация очень полезная не только для меня для тех кто будет читать комментарии благодарю вас за то что смотрите я желаю вам постоянного вдохновения и всего самого-самого доброго буду рада встрече с вами моих новых видео